Опера Иоланта – последнее произведение Чайковского. Эту одноактную лирическую оперу ставят практически во всех театрах мира. Ее любят и исполнители, и слушатели. Эта постановка посвящена памяти выдающейся певицы, педагога Галины Анатольевны Поливановой. Наш спектакль посвящен памяти Галины Анатольевны Поливановой, которая много лет возглавляла кафедру вокала в консерватории. В прошлом известная оперная певица работала в нашем театре в Минске. Она часто приходила в театр, сидела в пятой ложе. И самым большой похвалой для нас, участников спектакля, было после какого-то удачного исполнения, какого-то произведения или арии, слышите голос «Браво!». Среди исполнителей главных партий и ученики Галина Анатольевна. Это была моя педагога. Мне посчастливилось у нее заниматься последние два года моего обучения. В частности, мы готовили с ней... Произошло... В занятиях с ней произошло первое знакомство мое с этой оперой. Мы готовили арию короля Рене на государственный экзамен. Либретто оперы Иоланта написал брат композитора. В основу легла драма Генрика Герца «Дочь короля Рене». После «Пиковой дамы» он пишет Иоланту. Маленькую одноактную оперу, которую ошибочно многие воспринимают очень легким произведением и как легкой музыкой. Ничего подобного. В глубине ее заложен очень большой драматизм. И этим она и сложна. Тем, что характеристики персонажей недостаточно раскрыть просто одной музыкой, как итальянская опера, например. Тут надо совмещать очень большое мастерство как музыкальное, так и драматическое. Тема чудотворной силы любви неисчерпаема. И история о слепой красавице Иоланте одна из самых романтических. Тут просто затронута такая тема, которая самая банальная, но одновременно тема всей человеческой жизни. Это опера про любовь. Это опера не про отношения короля и исцеления дочки в середине 15 века, на юге Франции. На самом деле это опера про любовь, потому что именно любовь исцеляет Иоланту и любовь к Вадимону открывает ей способность к прозрению и именно она дает ей исцеление. Исполнители готовятся к спектаклю и обращают внимание на все тонкости произведения, ведь в репертуаре Иоланты давно не было, рассказывает Игорь Шаврук. Спектакль давно не шел. Пандемия нас, конечно, немножко подкосила, поскольку мы не работали в полном режиме, хотя об оркестре этого не скажешь. Оркестр работал все это время на полную катушку. Но все это теперь надо сводить вместе. Я надеюсь, что удастся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok